В Ухтинском районе ликвидировали очередную несанкционированную свалку. Ее обнаружили в лесу у дороги к дачному массиву. Участок принадлежит Ухтинскому лесничеству, а по тому счет за уборку чужого мусора со спецтехникой придется оплачивать этому учреждению. И подобная ситуация не единичная. Почему так происходит, выясняла Виктория Науменко. На первый взгляд эта свалка оказалась небольшой. Внимание представителя регионального оператора, а мусор обнаружил он, привлек диван посреди леса. Но в процессе обследования оказалось, что отходы доверху наполняют двухметровую яму. Их большей части просто не видно под опавшими листьями. Здесь обнаружили другую старую мебель, одежду, пакеты с пищевыми отходами. Убрать без спецтехники весь мусор оказалось просто невозможно. Отходы на обнаруженной свалке преимущественно бытовые и, вероятнее всего, принадлежат дачникам. Деталей, по которым можно определить виновников, нет. А потому отвечать владельцу земли. Земля, на которой обнаружили свалку, принадлежит Ухтинскому лесничеству. Увы, отвечать за чужой мусор на своих участках организации приходится не впервые. Только в этом году на землях лесфонда обнаружились семь свалок. Две из них учреждению пришлось убирать по решению суда. Правда, тогда организация справилась своими силами и с помощью волонтеров. Мы их фиксируем, определяем объем, точное месторасположение. Составляем акт о лесонарушении. Проводим административное расследование по установлению лиц. Если не установлено лицо, заносим в реестр свалок. И в дальнейшем собственными силами привлекаем волонтеров, организаций, лесопользователей. Но сейчас без услуг регоператора обойтись не удалось. За ликвидированную свалку объемом в 30 кубометров Ухтинскому лесничеству выставят счет на приличную сумму. Составили акт, определили объемы этой свалки, определили владельца земли, уведомили владельца, передали уведомления. И в течение 30 дней, в соответствии с законодательством, мы должны, скажем так, подождать время в течение 30 дней. И если владелец земли своими силами эту свалку не ликвидировал, то мы ее должны ликвидировать сами. И в дальнейшем уже все понесенные затраты выставить владельцу. По факту. На территориях рядом с дачными массивами Ухты свалки обнаруживают особенно часто. Дачники зачастую уклоняются от заключения договоров о вывозе мусора. Несознательные везут весь свой хлам подальше от глаз, в лес. Я не наблюдаю здесь контейнерные площадки, ну как бы поблизости, во всяком случае. А так я вывожу на своей машине, ну, в свою мусорку, где я проживаю. За это нужно все платить. Это нужно. Потом у нас вот на дачах было. Контейнеры поставили, а их утащили через два дня. Ну как, нормально вы считаете? Никто не хочет вкладывать деньги. Понимаете? Для чего? Чтобы утащили. И все же это не повод везти мусор в лес. И поступать по совести можно, даже если контейнеров нет. Собрать мусор, отвезти домой, выбросить в урну несложно. Виктория Науменко, Павел Логутин, телеканал Юрган, Охта.